6. Объяснение тому, что эту «основу» возводят люди, не соблюдающие заповедей Торы и заявляющие о своем отказе от еврейской религии, было дано Равам Кукам на основе идей Кабалы, а именно концепции Аризеля, рабе Ицха Калурии, 1534-1572, о разбитии сосудов, Шверат Акелим. Центральным пунктом этой концепции является идея о том, что в начале творения сосуды, в кавычках, созданные Всевышним для восприятия бесконечного Божественного Света, разбились, в кавычках, не выдержав его полноты. В результате этой космогонической катастрофы Божественный Свет рассеялся на искры Ницотсот, что дает возможность существования злу. Ради спасения мира стало необходимым его исправление, в кавычках, текун, которое выражается в том, что заключенные в оболочке, в кавычках, зла, клепот. Искры Божественного Света должны быть выбраны оттуда и снова соединены через действия, связанные с реализацией Торы. В этом и состоит, согласно лурианской кабале, задача евреев. Однако тот свет, который, кавычки, разбил сосуды, кавычки, на раннем этапе творения и вызвал тем самым первоначальный хаос, Тогу, отличался более высоким качеством, в кавычках, или большей полнотой. Для него оказалась слишком стеснительной конструкция нижнего, в кавычках, мира, и поэтому он в какой-то степени связан с энергией разрушения. Но именно этот, кавычки, свет мира хаоса, кавычки, урота от Тогу, писал Раф Кук, бывает необходим в критические моменты, когда нужно проложить дорогу чему-то новому, и тогда он приходит в мир через души людей, имеющие его своим метафизическим источником. Таковы утверждал Раф Кук, кавычки, души мира хаоса, кавычки. Души людей, отвергающих Тору не из-за слабости или подверженности соблазнам, а из стремления к высшему совершенству, которое, по их мнению, не дает религия, на том уровне, на котором они понимают ее. Таковы настаивал он души первопроходцев Второй Алии. В конце концов, этот высокий и во многих своих проявлениях разрушительный свет должен будет влиться в очерченное законами Торы русло положительной религиозной направленности, «Но пока что буйство уродха Тогу следует воспринимать терпеливо». Цитата. Действительно, сильные знают, что этот прорыв есть часть явления, необходимого для укрепления сил нации, человека и мира. Но в начале сила раскрывается, как хаос Тогу, и лишь затем отбирается она у грешников и отдается праведным, крепким, как львы. Эти бури еще породят добрый дождь, эти сгущения тьмы еще подготовят сияние горнего света. Конец цитаты. Читая эти строки Рава Кука и многие другие подобные места в его сочинениях, невольно вспоминаешь рассуждения Гегеля об иронии мирового духа. Цитата. «Разум столь же хитер, сколь могуществен», — писал великий философ. «Хитрость разума состоит вообще в опосредствующей деятельности, которая, позволив объектам действовать друг на друга, соответственно их природе, и истощать себя в этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществляет лишь свою собственную цель». В этом смысле можно сказать, что божественное провидение ведет себя по отношению к миру и его процессу, как абсолютная хитрость. Бог дает людям действовать как им угодно, не стесняет игру их страстей и интересов, а получается из этого осуществление целей провидения, которые отличны от целей, руководивших теми, кем оно пользуется. Конец цитаты. «Это отнюдь не случайное сходство. В некоторых случаях Рав Кук прямо пишет об «иронии истории» в кавычках, подразумевая не какой-то частный курьез, а именно то, что Гегель называл «хитростью разума». Der List der Vernunft. Само это понятие из третьей части науки логики Рав Кук решительно использует в сфере легитимных теологических высказываний иудаизма. Подобно великому Маймониду, для которого Аристотель был естественным интеллектуальным партнером, Рав Кук обращается к Гегелю, Шеллингу и другим европейским философам, когда их идеи казались ему подходящим пространством для разъяснения Торы. Субтитры создавал DimaTorzok